Искренное желание 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 скажите слава Богу а еще раз повторяю они бессильны и не только они против ваших молитв поэтому я просто взываю и прошу молитесь не умевая Бог силен, творит чудеса и то что не в состоянии сделать человек, может сделать Бог в судьбах ваших детей продолжайте молиться и будьте благословены в своих домах и в своих детях всем благом, просто мамочкой от души ну и хочу проповедовать на тему поющие ночи одна из причин почему я хочу проповедовать на тему потому что ваша церковь она любит петь и много у вас хороших певцов которых я всегда слушаю в большем удовольствии спасибо вам, сестры и бать продолжайте петь но вы сами видите, что сама тема очень такая интересная я хочу вам следующее сказать вот Андрей, он играет на пиано там есть вот такие клавиши черные и белые это белые, это благословение это счастье, а вот черные это скорбие, какие-то обстоятельства трудные и чтобы услышать настоящую музыку жизни надо, чтобы и первые, и вторые играть чтобы услышать настоящую гармонию музыку жизни вот почему как я уже не сказал, мне желание вот это подарить песню что это значит? христиане это те люди которые идут по жизни с песней христиане это люди, которые поют не только в церкви а несмотря ни на что они поют например, когда неверующие поют очень простой ответ когда выпили и еще есть и концерты какие-то там проходят артисты поют все когда верующие поют в церкви поют слава Бога но здесь ничего удивительного нет что христиане в церкви поют кстати почему люди поют в церкви? одна из главных причин люди поют, чтобы сердце открылось потому что если оно не открылось то ты туда не сможешь ничего положить вот почему поют в церкви как псалмы чтобы приготовить нашу сердечную почву чтобы мы что-то приняли и услышали от Бога поэтому это серьезное служение серьезная работа и проповедуемую эту тему поющую ночь я хочу вам сказать, что ночь бывает не только ночь как обычно она бывает в жизни когда все идет против тебя когда ты идешь каким-то путем испытаний когда просто тебя разрывает какая-то горечь какая-то обида ну короче все темно а тебе надо жить а тебе надо просто работать а тебе надо воспитывать детей но моя главная мысль что мы как христиане можем петь даже в ночи даже проходя через какие-то испытания боль или страдания что Библия об этом говорит я говорил вам вчера что я в последнее время часто проповедую с книги ионы и сегодня у меня будет оттуда слово вот посмотрите Илова 35-го глава здесь написано так я читаю с 9 стиха вот множество притеснителей стоит притесняемориг от рукила и от руки сильных в убьют все нормально все нормально вот смотрите что здесь написано вот множество притеснителей столики притесняемые от руки сильных обеют вот человек проходит через какое-то испытание притеснения, недопонимания, какие-то испытания, какие-то обиды, нет взаимопонимания, каждый понимает свою истину, пытается ее отстаивать, иногда даже плотскими методами, что невозможно. Вот множество притеснителей, что мы притесняем, они от руки сильных вопиют. Человек спрашивает в этой ситуации, почему Господи, почему я Господи, почему это случилось в моей жизни? И он обращается к Богу, он вопиет к Богу. И вот интересно, как Бог отвечает иногда на наши молитвы, чему Бог желает научить нас. И смотрите, что дальше написано. Но никто не говорит, где Бог творец, который дает песни в ночи. Но никто не говорит, где Бог творец, который дает песни в ночи. Бог, в который мы верим, он дает песни в ночи. Когда человек начинает петь, несмотря ни на что, он поет не потому, что его попросили, а потому, что его сердце поет. Эта песня, это пение не может оставить равнодушных никого. Поэтому я благодарю Бога за то, что Он дает нам людям. Безусловно, люди, которые просят у кого-то что-то, они просят какое-то избавление, какой-то помощи, какое-то исцеление. Но Бог не всегда отвечает, как мы ожидаем ответа. Но Он всегда отвечает так, как Он считает нужным для нас в данный момент. И один из ответов, как Бог может ответить на нашу молитву, Он может дать тебе вот эту песню. И когда человек начинает петь, что-то невероятное происходит в судьбе человека. Говорит, если у него только счастье на земле, это пение человеческого сердца. Это когда человек поет не только в церкви, но и дома. Когда человек с песней моет посуду. Попробуйте. Тогда Бог говорит что-то в вашу уши. Бог что-то влагает вам. Бог чему-то будет учить вас. То есть с песней идти по жизни. Вот это огромное благословение. У человека есть практически все, если его сердце поет. Почему? Потому что если сердце поет, то не нужны слова. А если сердце не поет, то слова вряд ли помогут. Вот почему мы должны обращать внимание на состояние нашего сердца. Никакая сила в этом мире не способна разрушить храм, поющий душу. И я пытаюсь вас просто утверждать на основании Библии и практической жизни. Что происходит в нашей жизни? Один пример из жизни, который еще в Советском Союзе. Один человек пришел на работу в цех, и там новый работник, он стоит за строковой работы. Но в отличие от других, он что-то поет. И как вести изначальник, он наблюдает за порядком. Он подошел как ближе, ближе, слушает, что-то поет. Что-то себе там по голосу поет. Он походил, походил, но удивление его не проходит. Он подходит все ближе, ближе, подошел уже 2-3 метра, точно поет. Слушал, слушал, а потом не выдержал. Подошел к ним в окно и говорит, а ну дыхни. А ну подыши. То есть он понял, что он пьяный. Если он поет, работая, значит он пьяный. У него другого понятия нет. Но это был просто человек христианин. Он пьян. Это пение придут послушать многие люди, когда ты будешь петь, несмотря ни на что. И когда вы будете это делать, вы будете иметь победу над своим я, над своей горденью. Вы будете жить победоносной жизнью. А значит вы будете в радости пребывать всегда. Поэтому каждый день Бог желает чему-то научить нас. Вот смотрите, как Бог учит нас. Следующий стих говорит так. А там ниже написано. Да, никто не говорит, где Бог, который дает песни в ночи. Который научает нас более нежели скотов земных. И выразумляет нас более нежели птиц небесных. То есть Бог чему-то желает научить нас через жизнь нашу. Вообще, если человек не может научиться, например, в церкви, то его учит жизнь в нашей школе. Но это самая дорогая школа, которую я знаю. Там надо платить очень хорошую цену. Но иногда у Бога нет выбора. И Он начинает учить нас через какие-то обстоятельства, сложности и трудности. Чему Бог в первую очередь желает научить нас? В первую очередь Он желает научить нас кротости и смирения. И я хочу сказать хорошо, что эта школа есть. В Библии написано. Придите ко мне все и научитесь от меня, как я кроток и смирен сердце. Вообще, с практики, хочу сказать, не так много желающих учиться в этой школе. А тем, кто начинает, не все ее заканчивают. Но если вы однажды пришли к Иисусу, то вы должны закончить эту школу. Вы просто должны научиться кротости и смирению, чтобы этот плод иметь и через этот плод Бога прославлять. Я вам от души желаю благословения от Бога. Следующее, чем Бог желает научить нас, когда мы проходим через круглость, упованию на Бога. И следующий стих говорит так, здесь же Дома. Но неправда, что Бог не слышит, и Содержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, но сутью преднил, и ты жди Его. Посмотри, какое упование, какое надежда. Все идет против тебя. Кажется, нету никакого выхода. Одни притеснения, одно непонимание. Помимо церкви. Если, например, человек здесь славит Бога, а Дома в общем, это Богу не угодно. В любой темнице можно найти благодать. И поэтому Павел написал с темницы, благодать вам и нет, что да умножится. Это было то, чем жил апостол Павел, хотя, казалось бы, все было против Него. Он говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Бог написал, что в тесноте дает простор. Он не всегда избавляет от тесноты, но в тесноте Он дает нам что? Простор. Чему Бог еще желает научить нас, проводя через трудности? Это мужество и терпение. Библия, где так, переноси скорби, как добрые воли Иисуса Христа. Не убегай, но переноси. Почему? Потому что они кратковременные. Они кратковременные. Поэтому переноси во имя Иисуса. Христос говорит, в мире будете иметь скорбь, но умножайтесь. Я победил мир. Какая же конечная цель этих скорбей, которые мы встречаем на земле? Конечная цель преобразить нас в образе и в удобе Иисуса Христа. Я говорю, если человека недостаточно или трудно учить в школе или в церкви, тогда он учится через саму жизнь. Это трудная школа, но хорошо, если мы ее закончили, чему-то нам учились. Говорят, лучше учиться на чуших ошибках, нежели на своих, хотя многие на своих предпочитают учиться. Но слава Богу, что Бог заботится о нас и желает подарить всем нам песню. Кому петь, как не нам? Мы говорим так, мы дети Божьи, мы все счастливые. Вот почему мы поем. Вот почему мы не можем жить без песен, не прославляя нашего Иисуса. Правда есть в том, что в жизни нашей христианской бывают какие-то трудности. Правда, бывает? Я вам еще предупредил пример из Нового Завета, как апостолы, они проходили через сложные ситуации в своей жизни. И это написано в 16 главе книги «Деяния апостолов». Я прочитаю некоторые стихи. И приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проприятят обычаи, которых нам, для нас не следует, не принимают, не исполняют». Народ так же, вот встал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав их много ударов, верли в темницу, приказав темничному стражу крепкости верши их. Получил такое приказание, он вернул их в внутреннюю темницу, а ноги их забил в кулону. Какая была цель апостолу? Принести им англии, принести благословение этим людям. То есть их расположение было очень доброе. Причем, это было повеление от Бога, это был план Божий на их жизнь. Они не просто пришли туда сами по себе, но это было восполнение воли Божьей, так или нет. И вот представьте себе, что вы на их месте, а вас арестовали, побили, опозорили перед всеми и закрывали ноги в кулону. Это была страшная пытка. Люди переживали очень серьезную боль. Что же делать, когда все идет против тебя? Что же делать, когда мы проходим через какие-то испытания и трудности? Что делать нам? Вы хотите это услышать? Вот смотрите, как поступили Павел и Сила. Около полуночи, Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Около полуночи, Павел и Сила, воспевали, молясь, воспевали Бога. Узники слушали их. То есть они что делали? Они молились? И они что делали? Они славили Бога. То есть человек веры, он не теряет способность к пению даже во время петь. Когда он встречает противный ветер, когда все идет против него, он будет петь, несмотря ни на что, только потому, что его сердце, как я уже сказал, что поет. Вот душа человеку такая, как запеленная арфа. То, как покрылась пылью. Но однажды в жизнь нашу пришел Христос, эту пыль убрал, и эта арфа зазвучала. А сердце наше что сделало? Запело. Поэтому Бог желает, чтобы мы прославляли Бога. Поющее сердце, оно не может умолкнуть. Оно поет, несмотря ни на что, потому, что эта песня, она вырывается из его груди. Скажите слава Богу. Я вам чуть-чуть отойду от темы, скажу краткое свидетельство. Я вчера рассказывал, как мы пережили сентябрь и октябрь. И потом уже в конце октября, послушайте, когда установили вот этот диагноз, рак крови в моей жизни, то хочу вам сказать честно, если до этого я занимался спиной, лечил спину, то после того, как сказали мой дьявол, я застыл и вообще забыл. Вы знаете, болезни тоже разные бывают, и боли тоже. Иногда спина у нас болит, иногда не хуже всех испытаний припала на мою жизнь. Но когда что-то случается серьезнее, то то вроде бы вообще была не боль, и то было вообще не проблема. И вот здесь, как бы сказать, начинается новый этап. Хочу сказать честно, в церкви никто так красиво не будет, как дети, поэтому не удивляйтесь. Это детский хор, это нормально, слава Богу, что они есть. И после этого как бы начался такой новый этап в жизни, и было много различных испытаний, но главное, что они направили меня в специальную клинику, и я говорю, что там только могут сделать пересадку гостного моза, и только это спасет. Тебя 50 на 50. Но когда мы приехали в эту клинику, нам сказали, ваш инсуалин с этого лечения не покрывает. И мы сидим, вот как вы в зале, там людей много сидит в ожидании. И я просто помню, как моя жена начала вслух молиться и плачет. Все сидят, как вот ожидают свою очередь, и она просто молится, все оглядываются, не поймут, что, происходит. А мы не знаем, что делать. Меня пригласили, сказали, извините, но мы не можем вам чем помочь. Я говорю, есть у меня хоть какой-то шанс, дайте мне хоть какой-то шанс. Через полчаса меня там пригласили, те, кто занимает решеносом, начали с ней беседовать. Я беседую с этой женщиной, она говорит, как о нем возможно. Вы должны ехать в другой город, а это еще усложняет ситуацию. А здесь мы не в состоянии помочь. Я ее начал спросить, говорю, ну дайте хоть малейшую возможность. Пожалуйста, при мне линшуринца. Она говорит, я уже близок, занимаюсь вашим линшуринцем. Ответ только нет. С двух сторон. Я говорю, если можно, при мне, если они не покрывают, пожалуйста, попробуйте еще раз, чтобы я это услышал. Если можно, хотя бы операцию пусть покроют. А на звоне там, прошло где-то уже около часа. И там стоит про отвечать, ладно, операцию покроют. Слава Богу, уже есть надежда. И мы с этой надеждой возвращаемся домой. Но ситуация была настолько сложная, вот в течение двух месяцев мне восемь раз вливали кров. Это два таких пакета. Каждый раз, когда я прихожу в больницу, и если мой габулабин падал ниже 7, меня вставляли там каждый 7-10 дней. И я на целый день вошу с в госпитале, где идет переливание. Одной рукой не вливает, другой забирает, потому что проверяются разные тесты. За один день я однажды взял 16 пробировок крови. Я вам просто говорю о сравнении, когда мои детей как-то пригласили, чтобы они искали доллара для меня. И все хотели у них взять кровь. То они попали в госпиталь впервые, перепугались на следу. И врачи, чтобы они не подняли сознание, брали их кровь лежа. Так, они их ложили на кушетку, брали. То я мог стоя уже кровь отдавать, уже привык, и ходил просто туда, как домой. Но вот это само перебивание, оно было очень таким непростым. И когда мне уже 8 раз влили эту кровь, то получилось так в один момент, что после этого у меня началась температура высокой, меня начало трясти. Я покрылся весь красными пятнами. И врач говорит, эту процедуру мы не можем делать без кредения. Мы уже сделали это 8 раз, и возможно твой организм уже сдает. Или, может быть, не совсем мы подобрали. кровь. Но как бы там ни было, если температура по этой причине это еще пройдет, а если инфекция, то и все. И ночью пришли ко мне братья, молились, в церковь молилась, вы молились. И как-то удивительным образом к утру эта температура уходила. Но с каждым разом ситуация становилась все хуже и хуже. И все было такая сложность, она состояла в том, что у меня был очень низкий галлобин и не было иммунитета никакого. То есть норма 4.10, мне надо было единицы. И он рассказал, что в твоем состоянии, ты умрешь от любого чиха, от любой болезни. Тебя не вылечил. И он мне назначил как бы пить таблетки от грибков и от инфекций каждый день. Через день я назначил антибиотики на целый месяц пить каждый день. не потому, что я больной, а чтобы я не заболел. Я помню, 30 января, вот у меня назначена репетиция в центре, мы готовимся к Новому году, в этом сценарии я пламываю роли, и я иду опять на приливание крови. Я не знаю, буду я вечером или нет, но я предупредил. Приду я, но предупредил. Нет, значит нет. Я прихожу туда 30 января, и они первый раз меня отпустили домой и сказали, что сегодня тебе кровь вливать не будем. Я пришел на репетицию, встретил Новый год и начиная с Нового года как вот начало слово о жизни. Когда 7 января они сделали полторой биопсию, то они мне сказали, что ввиду улучшения твоих анализов операции делать не будем. слава Богу, это было как бы очень такой интересный день в моей жизни, в истории. Сам врач, который делает только эти операции, он был удивлен. А врача удивить такого врача очень трудно чем-нибудь. Я, удивлен, но тем не менее он просто отпустил меня домой. Когда он отпустил меня домой, я уже ему честно признался, что весь этот месяц я никаких антибиотиков и никаких вот грибков ничего не принимал. Он был в шоке. Почему я не принимал? Мне как-то не хватало веры. Как это? Я не больной? Лечусь. Я не мог этот барьер преодолеть. Ну как это? Принимать антибиотик, если я не больной? Но он мне сказал, если кто-то заболеет, все, возле тебя. И они придумали такое наказание, будешь никуда левать. вся моя семья переболела. Самое ужасное было, когда жена заболела, она гоняла всех, попробуй только чтобы ты чихнул. А когда сама заболела, она пришла в ужас. Потому что следующий вот, оказывается, я. Но удивительным образом Бог меня как-то сохранил. Я сам в недоумении это просто величайший церковь. И когда я ему сказал, это было очень удивительным моментом. И дальше просто вот как же жить в этом состоянии, понимаете? Вот когда ты под таким прессом живешь, вы знаете, что я сделал? Я вчера объяснял, как имя слово уже. А сегодня я вам скажу, что когда вот нашел садикарку месяц, я просто пошел домой, достал гитару, которую я уже давно не доставал, потому что когда ты опел, сейчас больше проповедую. Достал гитару и начал петь и начал играть. Оно кажется, что здесь особо, когда человек что-то делает в плане пения или игры. Но что-то есть особо в том, что когда все идет против тебя, а ты просто Бога блага, ты просто поешь, зная и понимая, что вся наша жизнь в Божьих руках. Поэтому я сказал, что они делали, они молились, и они что делали, они славили Бога. Я хочу, чтобы вы взяли из этого для себя уроки. После этого, когда-то я уже приходил к врачу, то было, каждый раз анализы становились лучше и лучше. И однажды врач, это американский еврей, он смотрит на мои анализы, и он говорит, так, посмотрел, посмотрел, он говорит, восхитительно. Потом еще раз смотрит и говорит, твои анализы лучшие среди всех моих пациентов, а он лечит только раковых больных, сколько у него, я не знаю, их. А последнее прощается, он говорит, неужели это чудо? Я думаю, если он еврей допускает, что чудеса возможны, то мы тем более, что они возможны. Слава Богу. Это было непростое время, но я говорю, что я для себя просто, я просто пел. Дети приходили ко мне домой, они меня вдохновляли. Подростки, молодежь, люди старшего возраста, они несли какую-то утешенную поддержку. И я многому научился, проходя через все это. И я благодарю Бога за все, что мы имеем от Бога. Поэтому еще раз благодарю вас за молитвы и напоминаю вам, что когда апостолы соприкоснулись с трудностью, что они делают в первую очередь? Они что? Молились. Причем находясь в этой тюрьме. Молясь, желательно достигать результата. Вы согласны со мной или нет? Я говорил вам, что Бог не всегда отвечает так, как я жду. Но Бог отвечает иногда в удивительном образе. Иногда Он дает песню. Я вам потом, чуть позже, еще больше песню. Иногда Он дает мир. Вот смотрите, вы увидите сейчас следующий стих, который говорит так. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении с благодарением открывайте свои желания под Богом. И мир Божий, который превыше вся кумасу, придет сердца вашего и помышления вашего о Христе Иисусе. То есть какие бы обстоятельства они потружили тебя, послушайте меня, молись до тех пор, пока ты не успокоишься. Почему? Потому что когда приходит твою жизнь в мир, тогда действия твои будут правильные, результаты будут хорошими, и слова твои будут взвешенными. Когда у вас нету мира и покоя, вам лучше ничего не делать, вы только навредите себе и другим. но заботы, они выбивают нас с крови. Одна из главных задача дьявола похитит твой сердечный мир. Но Битя говорит не заботьтесь ни в чем, то есть не переживай. Почему Христос никогда не переживал? Оказывается очень просто, потому что не моя боль, а твоя боль, а что так будет. Почему он переживает? Потому что нам хочется, чтобы было по-нашему. Но не всегда так будет. Поэтому и мир Божий, который превыше всякого человеческого, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. То есть, вы слышите, нет, это предвестник того, что вы ее получали, будете действовать и поступать и говорить правильно. И я вчера слушал свидетельство от Марин, когда она сидит, она в дня переживала за экзамен, но ко мне пришел мир. И все, получилось хорошо. Я благодарю Бога за все, что мы имеем от Бога. Иногда человек просит у Бога избавления от врагов, а Бог вместо избавления дарит тебе песню. Разве это плохо? Разве это не чудесно? Это особо молодая. Послушайте, если, например, человек злится на тебя и пытается вывести тебя в состояние покоя и равновесия, и когда вы отвечаете ему взаимностью злого, этому злому человеку становится легче. Знаете почему? Потому что вы, отвечая взаимностью, чем-то похожее на него. Но все происходит по-другому, когда он злится, а ты стоишь как Христос, он держал свое лицо, написано как камень, он был несокрушим. Он просто улыбаясь смотрел на происходящее, и просто внутри его дух просто пел, прославляя Бога. Он жил победоносной жизнью, поэтому вы знаете, что есть в нашей христианской жизни благословение долин. Что это за благословение? В Библии написано так, блаженщина, у которого сила в тебе, у которого в сердце стези направлены к тебе, проходя долину и плач, они открывают не источники, и то, что укрывает их благословение. Вы вообще любите горы, лучше ли долины? Что вам больше нравится? Горы. Вчера я немножко проповедала о горах, и хочу вам сказать, на горах хорошо пойти подниматься в горы, но чем отличается жизнь в горах и в долинах? На горах мы хорошо себя чувствуем, а в долинах мы хорошо растем. Это, между прочим, моя следующая книга, которую я хочу написать, благословение долины, с Божьей помощью. Почему я это хочу написать? Потому что в этом есть огромная сила. Мы, как люди, хотим что-то чувствовать, переживать, и это нормально, когда вы побывали в церкви на высотах, но когда вы идете домой, вы идете в долину. И важно, чтобы не потеряться в долине, надо подниматься на гору. Чтобы не растеряться, чтобы не сломаться, чтобы не потерять этот мир, надо подниматься почаще на гору. А когда ты сходишь, говорит, ты идешь как победитель. Почему? Потому что ты занимаешь господствующие высоты. Слава Богу за все, что наимаем от Бога. Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но впереди нас ожидают немало борьбы и трудностей. И Бог желает приготовить каждого из нас и церковь свою к этим испытаниям. Утомляются все, но есть на небе Бог, который дает утомленному силу. Скажите славу Богу. слава Богу. Следующее, что делали апостолы, когда они соприкасались с трудностями. Написано, они славили Бога. Они начали славить Бога и благодарить Бога. Около полуночи Павел и Сила молясь воскривали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, чтобы уколебалось основание темницы. Тот сейчас открыли все двери и у всех узы ослабили. Послушайте, они молились и славили Бога. Вы знаете, как нормально молиться? Нормально молиться так, до той поры, когда пока твоя молитва не перейдет в песню. Вы слышали на таком пении в духе? Слышали такое выражение или видели, как люди поют в духе? Это один из моментов, как Бог отвечает на наши молитвы. Когда я молюсь, перед собранием или вообще, допустим, в какой-то лыжде, и когда я молюсь, и моя молитва переходит на пение, я уже уверен, что все будет хорошо, все будет нормально. Я понимаю, что впереди пошел Он. Это особое благословение. Я просто вас вдохновляю так жить. Они воспевали Бога, и благодарили Бога. Несмотря на то, что были большие трудности. Почему они это делали? Почему это важно переживать или иметь? Потому что радость а потом исцеляют душу и плоть. И Бог говорит к нашему Духу, потому что желает нас благословлять. Поэтому любая наша благодарность, она потрясает проблему. Потрясает ее до глубины. Как вам кажется, когда они пели, например, если апостолы, как вы, пели в церкви, все это воспринимали нормально. Это обычное явление. И вдруг они начали петь в тюрьме. Джейм. Там обычно люди мало поют, редко поют. Их воспринимали как каких-то иноплеметян. Но нашлись эти двое, пришли и поют. И забили, вообще как сказать, раздели, побили, насмеялись, они поют. И битлеры, что узники слушали их, потому что такие люди туда не часто попадают. Я проплел в тюрьмах, я вам расскажу, как там они живут. Я так общаюсь с ними и спрашиваю любого, какое твое самое большое желание заветовать? Быстрей домой. Быстрей домой. Все тогда я говорю, а как ты здесь оказалась? Это моя третья ходка. Уже как бы третий срок. И он так паргит за этим, что третья ходка. Домой хочется? Да. Говорю, ну и какое твое желание? говорит, тёж убью, живо разведусь, и он забыл, что он третий сказал. Вы знаете, что я ему сказал после этого? Я ему сказал, ты напрасно здесь потерял голод. Ты родишься, что ты три срока уже отсидел. Но я ему говорю, суть не в том, где ты сидел и сколько ты сидел, а какие ты песни здесь пел. Если ты сидя здесь разрываясь от злобы, ты напрасно потерял годы жизнь и время. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе, а не пеешь совершенно другие песни. То, что тебе хочет, человек сидит, и не жизнь, сколько человек живет, а всё определяет, какой ты человек, и какие ты песни поешь, и дя по жизни. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. И вот этот пример, друзья, он меня настолько вдохновляет, что я просто потрясает меня до глубины. Я хочу, чтобы просто прислушивалась к этому. Важно Бога славит, важно Бога блоговит, важно петь, несмотря ни на что. Я не знаю, как происходит в вашей жизни. Но это нормальная жизнь христианина. Когда-то в Шотландии арестовали детей в собрании. И по закону в то время не вели их на расстрел солдат. И вот дети эти, малые дети, они знали, что происходит, куда их нет. И они идут, а напряжение растет. И тогда другая девушка подходит еще к одному солдату, можно мы споем? Он так посмотрел, он на понте. И они начали петь 22-й псалом. Дети. И когда вот эти дети пели, друзья мои, вот эти военные люди, вооруженные люди, они начали плакать, поставляя оружие один закроем, они начали уходить. И пройдя какое-то расстояние, дети поняли, что они свободны, они верны. И это благодаря вот этой прекрасной детской песне. Есть особая слава, особая сила, когда человек поет, несмотря ни на что. И это призвание нас, христиан. А еще раз повторяю, какие песни мы поем, идя по жизни. Я здесь, чтобы подарить вам песню. Аллилуйя. Последнее. Что делали апостолы? Что нам надо делать, когда мы проходим через испытания трудностей? Смотрите. Что нам надо делать, когда мы проходим через испытания? оставаться на месте в мире покоя. То есть, другими словами, сохранять спокойствие. Смотрите, что здесь произошло. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертить себя, думая, что узники убежали. Но паран возносил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Очень важно заметить, что первое, что мы теряем во время испытаний и борьбы, это покой и мир. Как часто это происходит в вашей жизни? Это главное супровище, которое мы должны беречь в своей христианской жизни. Дьявол заинтересован, чтобы его похитить. Я говорю, он иногда это делает даже по дороге в церковь. Иногда он это делает даже на собраниях. Как он это делает? Вы, я говорил вам вчера, помните, идете на фавор, на гору преображения, а кто-то вас ташчит на голков. Спасибо. И вам бывает иногда трудно, тяжело это все сносить. Но Бог желает начать все это чему-то важному научить. Первое, что вы должны знать, от себя не убежишь. Вы готовы сказать о меня или нет? Даже недавно обещал с одним братом. Он пришел в церковь, потому что там были скандалы такие, и он участвовал в них. Он пришел, пришел, проходит там полгода, и он снова вовлечен в какие-то скандалы, разборки. Почему? Потому что от себя не убежишь. Все определяет, какой ты человек. если ты хороший, то и окружение будет хорошее, а если не очень, то не обижайся на других. Куда такого человека не пересели, хоть на луну, он одни и те же песни поет. Знаете, какие песни иногда поют христиане? Это к вашей церкви не относится, иногда они поют, я скажу вам, а мы в Египет домой хотим. Я так давно не кушал лука. То есть у него уже есть все, но ему еще чего-то хочется, ему постоянно чего-то мало, он постоянно недоволен, он постоянно в расстроенных чувствах, это Богу не угодно. Вот почему Бог желает возвратить нам что? Песню. Оставайтесь на месте и в покое, в этом сила ваша. Когда вы потеряли покой, очень трудно Бога благодарить, очень трудно Бога славить, очень трудно Богу служить, но в Иисусе Христе есть благословение и выход для всех вас. Когда Бог закончил свой путь, то определяющим будет не то, что ты сделал даже для Иисуса, а что ты перенес за Христа. И с какой победой ты мог это все перенести и выйти в конце концов. Поэтому удивительно было то, что они пели именно в темнице. Сейчас я скажу главные свои мысли. Послушайте, скажите, пожалуйста, то, что они пели в тюрьме, это было удивительно или нет? Это было ново. Скажите, пожалуйста, почему вот эти узники не покаялись? Они слушали, им было интересно, но они не покаялись. Смотрите, следующий шаг. Что это знает Бог в жизни любого человека? Потом пришло землетрясение. Помните, когда они молились? Вы знаете, говорят, когда солдаты идут по мосту в один шаг, в такт, мост начинает шататься. Когда дети Божьи поют в единстве Духа и Сердец, Бог начинает шатать дьявольские твердыни. Приходит потрясение в суп и других людей. Люди начинают прислушиваться. И вот прошло землетрясение. Это было вмешательство Божьи настолько сильным и реальным, что кажется, оно должно потрясти любого человека. И у меня вопрос, почему же эти люди не покаялись, когда случилось землетрясение? Это было новым, это было удивительным, но оно никак не повлияло. Я вам скажу следующее, когда башни упали в Нью-Йорке, то говорят, люди американцы побежали в церкви, но бежали они туда недолго, потому что иногда людям надо, чтобы эти башни падали через день, но они уже упали. Это случается иногда. Но как только человек успокоится, он забывает о церкви, забывает о Боге. Вы меня слышите? Но Бог продолжает работу в нашем сердце. И смотрите, что произошло здесь решающе. Когда эта темница разрушилась, а все это, если кто видел, хотя бы бывал в гостях в тюрьме или в джене, там все закрывает ручьем ручьем, никакого шанса выйти оттуда. Но сейчас все разрушилось. Бежи куда хочешь. И обычно все бегут, невзором на что это единственный шанс спастись. Но здесь оказались непокровенные люди. темничный страж, на нем была ответственность. Узник убежал, и убежали узники, и его один приор смерть. И он решил наложить на себя руки, понимая, что ее ждет впереди. И как только он занес этот меч, вдруг он слышит голос Павла, который говорит, не делай себе никакого зла, и мы все здесь. И когда этот услышал, вот этот страж, вы знаете, что произошло? он упал на колени и впервые в жизни помолился к своему мужу, братью, что они делают, чтобы спастись. Что здесь произошло? не то, друзья. Первое, они делали что? Они молились, да или нет? И нормально, когда мы как христиане молимся. Мы молимся не ради молитвы, а мы молимся, достигая результат. Бог отвечает на наши молитвы не всегда так, как мы ждем, но посылает нам необходимую помощь в свое время. Слава Иисусу! Мы молимся, а потом наша молитва переходит на песню. И это удивительно, слушая другим людям. Мы только недавно закончили путешествие с хором, 80 человек молодежи, это был очень прекрасный хор. И я прошел внимания, хочу вам сказать, что мир придет послушать такой хор. Когда молодежь поет, в наше время, христианские имны, это что-то необыкновенное. И когда они пели, они потрясали сердца людские. Слава Иисусу! Они пели, но последнее, что они сделали, они остались на месте, когда можно было убежать. Они остались на месте, сохраняя спокойствие. Они говорят, все мы здесь. Я хочу сказать, здесь все в Церкви Христовой, здесь присутствие Божие, здесь Божий ковчерк, здесь сила Божия. Все мы здесь. Святая Троица, Любовь Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Но где ты? Когда Бог говорит лично тебе, Какая основная проблема христиан? Почему этот страж покаялся? Знаете почему? Потому что эти люди, они не только говорили о Боге, не только пели о Боге, они ее явили. Он увидел необыкновенных людей, он знал, что обычно делают ворюги, бандюги, они все бегут, а эти люди стоят. Почему? Потому что они знают, что их жизнь руководит Бог. они попали сюда не случайно. Они приехали церковь открыть в этом городе. И они думали, что будет большая иванализация, люди придут на покаяние. А оказывается, Бог был совершен новый план. Вот эта стража должна быть покаяться. Потом ее родственники, друзья, потом церковь. А как они покаяться, когда они явили Бога? Как мы можем это в своей жизни, друзья мои? Вот смотрите, когда все идет против тебя, когда кто-то желает вывести туда спокоен, а ты спокоен. Плотно наявлять тогда, когда он необходим. Например, нет необходимости терпеть кого-либо в церкви. Ну разве проповедник, как утрен долг проповедник? Но терпение надо когда оно надо, да? Если ты терпишь, когда не надо никого терпеть, это не делает особой чести и славой, но когда ты терпишь несмотря ни на что, люди увидят тебе, что ты другой, и не пожелать иметь, что имеешь ты. Не делай себе никакого зла, не допускай зла в своем сердце, не допускай гореч и обид, сам себе навредит. И мы желаем имя Бога прославить во имя Иисуса. И я вас просто приглашаю во имя Иисуса в своем сердце, чтобы ваш дух захвачивал, чтобы ваш дух ожил, чтобы ваша песня зазвучала все сильнее и сильнее пришло время Бога прославить. Я ведь Христа Иисуса своей жизни явить его не смотря ни на что. Я сейчас уже очень редко хожу в поликлинику из Атолян, а они скучают за вами. Мы сердце двоится и не знаю, что делать. Мы скучаем вот вы приносите какой-то новый дух. Мы призваны нести благословение другим людям. Не расстраивайся от своих чувствах. Я еще раз прошу, не допускай неугодных Богомыслей, ибо все мы здесь. Есть люди, которые спаяли и будут стоять. Они были до нас и будут после нас. Но что происходит в твоей душе? Я еще раз повторяю, испытания усилиться. Но что происходит в твоей жизни? Некоторые относятся к этим и говорят, да это муж, да это жена. А я всем говорю, при чем здесь она или он? Что происходит внутри тебя? Что происходит внутри тебя? Вот в чем главный вопрос. Мы сейчас будем молиться я хотел просто помолиться за тех, кто испытывает трудности, чтобы Бог возвратил потерянную песню. Когда-то мы на Украине пели такой псал, я даже по-украински вам передам, Дух Святый навесный разом с солнцем ясным, мое сердце не сон разбудеет, и степло меня радость принес и песни про счастливые майбутние дни. А далее сказал так ясный не переживаю каких-то испытаний, кому петь как не нам, Бог желает возвратить нам потерянную песню. Вот этот злой ореон, это зло, которое разрывает отношения, разрушает отношения, отправляет жизнь, все это должно быть чуждо христианином. Независимо то, как ведут себя окружающим, ты должен быть тем, кем ты должен быть, ты явить образ Христа должен быть людям. Господи, помоги нам возвратить потерянное. Я вам искренне желаю, просто вдохновляю, идите к Богу не остановлю, говорит, Господь, возврати, я хочу это иметь. Возврати все потерянное и благослови меня во имя Иисуса. Я хочу помолиться за больных, если они здесь есть. Я хочу благословлять здоровых. Мы здесь для вас и ради вас. Я хочу, чтобы вас всех обильно благословит Бог. Я думаю, в одном человеке как-то спросили, как ты выдерживаешь это все, что ты проходишь, как ты можешь это снести? А он говорит этим своим друзьям, вы лучше спросите, как я могу снасти ту радость, которую я имею прийти от Иисуса. Вы помните жизнь первых христиан, помните, да? Были чудеса их жизни, были большие благословения, но решающий момент в жизни христианина это испытание. Бог испытывает нас, друзья мои, чтобы увидеть состояние нашего сердца. И тут ничего удивительного нет. Библия, что с семьей мужей моих, они подобны чистому золоту. И если мы подобны этому золоту, друзья мои, то вы знаете, что мы должны делать? Мы должны быть готовы, что золото часто проверяется в огне. Чем дороже металл, тем проверка чаще случается. И вот золото, оно на то и золото, что оно в огне, в огне оно светит. Оно не теряет свою силу, свою красоту. Оно в огне не горит, но становится лучше, проба становится выше, потому что это что? Золото. Все остальное сгорит. Бог желает видеть в нас вот это чистое золото во имя Иисуса. Когда христиан бросали зверям и сжигали на кострах, это было серьезное испытание. Помните это? Но что меня захватывает в этой истории? Как вели себя христиане? Во-первых, когда бросали зверям, возникает вопрос, почему Бог их не спас? Вы меня слышите здесь, да? Ведь Он спасал их неоднократно, правда было такое? Почему Христос не развел вот этих неприятелей и врагов? Просто всему свое время. Смотрите, когда Нерон просто бросал христианам этим зверям, их просто разрывали на части, сжигал их на кострах, Он спрашивал, а это было на виду других христиан. Други были как зрители, когда их дети или родственники погибали. И Он спрашивал Нерону, что делают христиане? Ему отвечали, они поют. Тогда Нерон, поднимавшись, он давал приказ усилить пытки, и его делать еще жальче. И продолжалось испытание, пытки и смерть. Но Нерон снова спрашивал, что делают христиане? Ему отвечали, они поют. Что делают современные христиане? Нас еще не бросали в огонь, нас не расплинают на христе. Что делаем сегодня мы? Поет ли твое сердце сегодня? Вот в чем вопрос. Пришло время Бога прославить и жизни, и словами, и деяниями. Они поют. И Нерон, видя все это, он понимал, он проиграл. Они, победили. Вот тут поют победители. Аллилуйя. Время пения настало церкви Иисуса Христа. Время Бога прославить жизнью своей. Давайте поклонимся ему. Давайте искренне повернуемся. Если вы испытываете нужду, чтобы он возвратил песню, идите в Богу. Мы будем искренне молиться за вас. Если вы испытываете какие-то боли физические, идите к Богу. Бог будет обновлять вас, восстановлять ваш дух, душу и тело. Добавить имя Бога благословеного в Божьем народе. Ему вся слава в церкви и в собрании во веки веков. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Гори